я всегда за то чтобы искать как они думать получится или не получится вот когда вы приходите в интернет наверняка в голове есть мысль а получится у меня или не получится а вдруг не получится вот сейчас время столько потрачу а у меня не получится и для нашего с вами мозга нет невозможного то есть если вы говорите не получится он говорит мы получится вы говорите получится он говорит окей получится и он будет искать кучу вариантов как сделать так чтобы получилось. То есть вот я, когда начинала, я реально, у меня даже мысли в голове не было, что у меня может не получить. Вот она такая, она была у меня мгновенная, когда 8 месяцев прошло, а результата не было. Вот тогда у меня мысль промелькнула, но поговорив с Татьяной, я поняла, что нет, невозможно, нет такого, что не получится. Просто вопрос, когда и как. Всё, других вопросов быть не может. Нужно просто искать разный вариант, как это может получиться. Почему у других получается, а у вас не получится? Вы чем-то от них отличаетесь? Я знаю, у кого получается, кому 60+, я знаю, у кого получается, кому 18+, я знаю, мам с 5 детьми, у кого получается, знаю, мам с 8 детьми, у кого получается, знаю, мам без детей и без мужей и с мужьями, ну, всяких разных знаю, у кого получается. Почему вдруг у вас не получится? Это вопрос внутренней уверенности. И вот здесь можно сразу себе задать вопрос, а как я отношусь к своим действиям в сетевом бизнесе? Я тоже так же думаю, а получится у меня или не получится? Или всё-таки я пришла и уверена в том, что у меня получится? И как только вы в голове у себя эту мысль уберёте, так у вас мозг уже не будет метаться между тем получится, не получится, а всё-таки будет искать, как так, чтобы получилось. Вот сейчас, знаете, наверняка, большинство из вас, думаю, наверняка знает, таргетированную рекламу. И когда вы смотрите что-то, где-то, ну какой-то товар, продукт, услугу, то вас потом эта таргетированная реклама догоняет везде. То есть вот, например, стоит мне на какой-нибудь сайт зайти посмотреть, ну неважно, какую-нибудь сумку, например, то меня эта сумка будет догонять бесконечно просто во всех соцсетях, причём одна и та же. Там разные настройки есть, да, есть прямо на ту, которую я смотрела, а есть на ту, которая там схожа чем-то. И иногда ты думаешь, да господи, уже проще купить эту сумку, чем она вот будет бесконечно тебя догонять. Поэтому, когда у вас в голове стоит вопрос, как это сделать, у вас мозг будет выхватывать и фокусироваться на тех моментах, которые будут как-то отвечать на этот вопрос. Преследовать, да-да-да, они будут вас преследовать. И вы точно найдёте нужных людей, вы точно найдёте, может быть, придут к вам в команду те, кто вам нужен. То есть у меня вот так постепенно и получалось. Ко мне в команду пришли те, кто понимает больше, чем я в каких-то моментах, и слава богу. Ко мне приходили люди, которые, ну я бы никогда бы не подумала, но так как у меня стоял вопрос, как-то они меня нашли, откуда-то они меня взяли, написали мне в соцсетях, где-то я на них вышла, увидела ролик случайно в интернете, прочитала пост какой-то случайно, понимаете? Но это случайно, это всё в кавычках же. Случайного ничего не бывает. Всё в жизни не случайно. Это нужно просто понимать. Кто верит в то, что происходит что-то случайно, ну вот, на мой взгляд, это тоже убеждение, да, потому что в жизни всё не случайно, абсолютно. Все встречи, они зачем-то нужны. Вот почему-то вы сегодня здесь, на этом вебинаре, почему-то вы нашли, как оплатить, потому что многие люди элементарно не смогли оплатить. Но есть те, кто написали мне, написали, пожалуйста, я не могу оплатить, давайте я вам переведу на карту, а вы оплатите. Не вопрос. Я там полночи сидела, переводила, оплачивала, те, кто мне лично скидывали, а я потом уже проводила. Ну, нашли способ. А есть те, кто наверняка просто, ну, сказали, ну ладно, не получилось, и ладно. Но это тоже их выбор, это тоже их случайность, в кавычках. Поэтому в жизни, конечно, всё не случайно, и надо это понимать. В первый год, ну это так, это я очень скромно поставила вам сумму, у меня получилось примерно 100 тысяч пустых вложений. Сначала я считала, потом я уже вообще перестала считать. И вот в эти 100 тысяч это вот входил тот блок, который я начала вести, красивущий, дорогущий, в продвижении огромное количество денег, требующий, но не дающий никакого результата. И вот когда у вас возникает иногда мысль о том, что так, надо, наверное, вот как та, там, как у той, вот надо вот так вот сразу сделать красиво, подумайте, надо ли вам это сразу так сделать. Вот мне сейчас верни обратно, я бы вот, наверное, вот этот шаг бы не сделала, вот на эти грабли я бы не наступила. Но опыт нам всегда для чего-то даётся, да, и ничего просто так не происходит. Я просто сейчас вам говорю про те грабли, на которые вы можете не наступать. Я благодаря Евгению и тому, что я у него целый год в программе училась, поняла одну очень важную вещь. Лучше сделать на три, чем не сделать совсем. И вот этот перфекционизм, он не нужен вообще никому. Если он в вас сидит до сих пор, надо гнать его оттуда метёлкой просто. И реально, лучше сделать как-то, чем не сделать никак. Конечно, нужно стремиться максимально, максимально к лучшему, который в тот момент у вас может быть. Максимально к лучшему. Но не брать на это кредитов, не залазить в долги, не надо этого делать. Ни к чему это не приведёт к такому результату. В каком статусе я пришла в интернет? Ну, здесь просто все люди из разных компаний. Давайте я так скажу, чтобы вам было более-менее понятно. У меня на момент, когда я пришла в интернет, было три руководителя в структуре, три партнёра, которые активно работали. Сейчас у меня их 14. То есть, вот это было 3 за 13 лет и 14 за последние 4 года. Да, Светлана, да-да-да, в последнюю минутку оплатили. Отлично. Поэтому вложения, конечно, всякие разные бывают, но вот я про перфекционизм, это прям, я его из себя максимально стараюсь убирать. И вот 2015 год, то есть я в 2014 году пришла, я там сама пыталась какие-то разные варианты делать, а в 2015 году мы с командой, меня поддержало не так много девчонок, но мы, нас было, по-моему, пять человек, мы решили организовать проект семейный бизнес компании «Фаберлик». И мы решили, во что бы то ни стало, будем это делать вместе, посмотрели разные варианты в разных командах, в разных сетевых компаниях, как они это делают и решили делать. И первые вебинары, которые мы проводили, мы просто реально смеялись сами над собой, потому что мы выходили с разных компьютеров, с разных браузеров для того, чтобы в комнате было ну не пять человек, а хотя бы десять, ну или пятнадцать, потому что на начальном этапе никто у нас не заходил особо на вебинары, никто нас не слушал, но мы для себя решили, что мы будем каждый день проводить вебинары. То есть, ну вот, мы такую систему для себя взяли. Через месяц мы поняли, что каждый день, наверное, это сильно много, и мы прям выдохлись, так как у нас не очень большая команда на старте была. И мы решили делать это через день, потом два раза в неделю. В общем, мы разные системы меняли, разные системы пробовали, и постепенно у нас, конечно, вот этот вот оборот начал уже в людях набираться, и людей заходило все больше, больше, больше и больше. И проект начал очень активно развиваться, к нам начали приходить люди в команду, но работала, но лично я работала реально по 12-14 часов в сутки. То есть, я утром, я тогда вставала в 5 утра, и не то, что сейчас, то есть я сейчас в 5 утра встаю, занимаюсь йогой, делаю для лица зарядку, занимаюсь какими-то моментами, читаю книжки, тогда я только открывала глаза, в 5 утра пошла умылась, тут же садила за компьютер, иногда бывало, вставала из-за него уже вечером, просто не выходя из дома. потому что я понимала, что либо я сейчас это делаю, да, и я, ну, как бы изобретаю, сопровождение придумываю, вебинары провожу, либо я этого не делаю. Но на какой-то момент я, конечно, поняла, что так точно нельзя, да. Этот этап я тоже прошла, когда я была очень сильно загружена и разрабатывала систему, мы совместно с командой это вместе делали, мы делали разные варианты всяких конкурсов, мы придумывали розыгрыши, мы проводили много разных вебинаров, всяких разных курсов, бизнес-игр, ой, боже, что мы только не делали для того, чтобы вот эта вот движуха у нас была. И я про то, что нас не 20 человек вошло, нас на начальном этапе вошло всего, ну, там, таких стабильных, 4-5 человек. Потом подключалось все больше и больше, конечно, но на старте можно начать и вдвоем, и в одиночку, если есть огромное желание, к вам точно люди подтянутся. Это не преграда абсолютно. И начались первые результаты, когда я уже начала получать премии в команде у моих наставников, занимала первые места, получала премии по команде, получала премии непосредственно от компании, и был, это у нас 2016 год, когда я посчитала, и суммарный годовой доход составил уже около трех миллионов рублей. То есть это было, ну, где-то примерно на миллион-полтора больше, чем было до этого. То есть это уже было все через интернет, и это вот наш первый сайт, это первый платный ролик, который для меня тогда стоил, ну, тогда он стоил, по-моему, что-то около десяти, по-моему, тысяч, но я понимала, что мне же тоже надо было сделать все красиво, то есть я не могла, какой попало ролик, записать, и мы сделали сайт, сделали ролик, этот сайт у нас активно в рекламе везде транслировался, и люди через этот сайт приходили к нам в команду непосредственно на бизнес. Вот, кстати, что я сейчас еще могу здесь отметить. Когда вы прописываете видение и цель, вы должны сразу понимать, кто вам нужен в команду. Можно приглашать в команду на продукт, можно приглашать в команду на возможности, на партнерство.